Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу показать вам свои покупки из магазина FixPrice, магазина фиксированных цен. Я продолжаю туда заходить, так как считаю эти магазины очень выгодными. Грядут праздники новогодние, поэтому я предлагаю вам сегодня собрать со мной вместе два подарка для моих друзей. И первое, что я хочу вам показать, это потрясающая новогодняя коллекция. Сейчас уже появились вот такие чудесные, очень красивые, очень, кстати, аккуратно сделанные, смотрите, коробочки, которые я приобрела несколько штук. Вот такая красота. Как видно, стоимость 55 рублей, я считаю, просто копейки. Чтобы упаковать подарок, вы знаете, часто требуется 500 рублей. Что же я еще купила? Вот такие чудесные, смотрите, какие красивые, нежные, нежные ангелы. Стоимость этих прекрасных игрушек, кстати, они полностью все сделаны из материала, вот это войлок, очень аккуратные, хорошие игрушки, 20 с чем-то рублей, точно не могу вам сказать, потому что, к сожалению, в этот день случилось не очень хорошее событие в моей жизни, но которое я сумела пережить. И я сняла даже об этом видео, оставляю вам вот здесь ссылочку. И в этот день я, к сожалению, потеряла чек, ну и еще кое-что. И юбочки были разные, но мне нравятся вот такие вот кремовые цвета, вот этот сочный, красивый цвет, желтенький, вот, кстати, мне сейчас подходит. Кладу в подарок вот такого чудесного ангела, новенького. Смотрите, как красиво здесь все смотрится. Что всегда пригодится? Ну, конечно же, дезодорант. Да уж тем более Рексона, тем более невидимая и тем более по 90 рублей. Стоимость такого дезодоранта в других косметических магазинах варьируется от 120 примерно до 150 рублей. Да, представляете, только по большой акции можно приобрести за 99 рублей, например, в магазине «Подружка» вот такой вот дезодорант. Итак, это следующая часть моего подарка. Как все прекрасно помещается. По диагонали дезодорант входит легко. Что я хочу подарить ребенку моей подруге? Это вот такой чудесный цитрусовый микс, вот такие красивые жвачки. Смотрите, как здорово. Я не могу вам их открыть, потому что не хочу нарушать упаковку, но они выполнены, как вы видите, в форме разноцветных лимончиков. Это так красиво, очень оригинально. Одну такую упаковку я подарила дочке, она сказала, что очень вкусно, ей понравилось. Коробочка тоже идет сюда, смотрите. Ну, и что всегда пригодится женщине во время макияжа? Конечно же, патчи. Патчи для макияжа глаз. Красная вещь, которая очень легко клеится прямо под глаз, в форме такого вот патча, знаете, как гидрогелевая. Закрывает вот эту вот зону. Если вы наносите вначале тональный крем, а потом тени, которые могут посыпаться, то, соответственно, рекомендуется вот такие вот патчи. 55 рублей. И здесь 8 пар, то есть 8 раз вы можете сделать макияж. Я даже думаю, что их можно использовать и 2, и 3 раза. Я их еще не пробовала. Кстати, кто пробовал, напишите, пожалуйста, как они вам понравились или нет. Смотрите, все умещается прекрасно. Я думаю, что этот подарок им очень-очень понравится. Так, прекрасно. Закрываем. Подарок готов. И продолжаем собирать следующий подарок для следующей моей знакомой. Еще один ангел уходит в новую коробочку с подарком. Следующее, что я для нее приобрела, это вот такая вот чудесная, очень красивая. Смотрите, какая красота внутри. Кофе. It's coffee time. Очень красивая кружка. Кружки стоят в районе 50 рублей. Смотрите, как она здорово сочетается вот с этим ангелом. Кладем. И вуаля, у нас с вами получился второй очень красивый подарок. Итак, 2 подарка готовы. Теперь покажу вам то, что я приобрела лично для себя. Конечно же, я не могла пройти мимо Десдаранта Рексона и себе тоже приобрела одну штуку. Следующее, что улетает у нас просто со скоростью света, это расчески. Не знаю, почему, но долго они у нас не живут. Эта расческа стоит 50 рублей. Смотрите, а у нее встроенные зубцы, то есть они закреплены здесь, они не будут выскакивать. Ну, мне, по крайней мере, так кажется, потому что там у них такая вот, знаете, сплошная прям подложка. Следующее, что мне понравилось, они редкие, то есть они не будут вытирать волосы. Мои дочки очень длинные волосы. Вот такие вот расчески хороши для густых таких длинных волос. И цвет хороший. Следующее, что мне удалось ухватить, это несколько вот таких чудесных контейнеров. Смотрите, какая прелесть. Я показывала, кстати, вам их. Я занимаюсь организацией косметики сейчас и в своем туалетном столике разбираюсь, так, чтобы был полный порядок. И второй контейнер вот такой для кисточек, ну и также для, может быть, карандашиков. Ну, в общем, какие-то небольшие предметы и вертикальные, соответственно, кто кисточки, кто что придумывается доставить. В прихожей на трюму у меня тоже стоят вот такие контейнеры. Я ставлю туда, внимание, ту косметику, которую я хочу закончить быстрее всего. И перед выходом я поправляю макияж, может быть, что-то добавляю, какие-то нюансы и какие-то средства беру с собой. Так вот, эти средства я ставлю туда. А также я разделяю кисточки чистые и кисточки уже использованные. И ставлю их в отдельные вот такие вот контейнеры или стаканчики, чтобы просто было легче определить, какие кисти уже пора мыть, а какими еще можно пользоваться. Так что очень вам советую зайти в этот магазин и приобрести себе что-то для организации вашего косметического пространства. Ну и следующее, мимо чего я просто не смогла пройти, это вот такая чудесная-чудесная чашечка. Там еще были такие вот бежевые, но мне понравилась именно вот коричневая. На ней написано breakfast. И очень красивая, смотрите, она перламутровая, с двух сторон надписи. Кружка. Coffee, coffee time, it's coffee time. То есть вот эта кружечка с темным, обратите внимание, внутри, мне очень нравится. Я нормально себя чувствую по поводу темного дна. У меня посудомоечная машина, я знаю, что она все хорошо промывает. Некоторые, знаете, боятся темного дна, потому что не видно, промылась чашка или нет. Мне нравится как раз кофе пить вот из таких чашек. Они такие тяжеленькие довольно. В чашке 320 мл, а в этой пиалке 500 мл. То есть такие они прям вот хорошие. В общем, чашка шикарная, она прям вот перламутровая. Все, я не знаю, как они их сделали за 50 рублей, просто шок. Я не нашла, честно говоря, еще одну вот хорошую. Они все с какими-то такими точечками были. Ну, в общем, ребята, бюджетный магазин, нужно выбирать. Те, кто любит вот такую вот красивую посуду, очень вам советую зайти туда сейчас и посмотреть вот эти вот наборы. Мы приобретаем там, смотрите, какую красивую канцелярию. Дочка у меня учится в колледже. Постоянно нужны вот такие вот толстые тетради для записей, на лекциях. Она юрист будущего. У нее очень много всего. И философия, и юриспруденция. Там 4 или 5 разных предметов по юридическому праву. То есть вот, ну, прям хорошие такие, милованная, хорошая бумага. Очень красивые мотивы нам нравятся. Вот такие вот с перышками. Шикарные, красивые. Тоже стоят они там копейки, что-то 20 с чем-то или 12. В общем, какие-то прям совсем уже низкие цены. Вот такие же вот абсолютно тетради в книжном где-то, по-моему, в молодой гвардии я видела за 50-60 рублей. Так что обратите внимание. Кто ходит в институт, студенты. Ау, привет, здесь красивая канцелярия. Так, ну и, конечно же, без сладости немножко не обошлось. Мы, конечно, не сильно сейчас кушаем сладкое. Но вот такие вот маршмеллоу нам очень-очень нравятся. Вот эти вот зефирюшки, не знаю, как их назвать. Они, конечно, сладкие. Покупаю я их дочке. Сама я такое, ну, от силы 2-3 штучки могу съесть. Так чуть-чуть просто попробовать. Просто в качестве десерта кладем в тарелочку и все так потихонечку съедаем в течение дня. Вкусные штуки. Они в 2 раза дешевле, чем в других магазинах. Они же продаются. То есть в других магазинах они рублей, наверное, ну, что-то в районе 100 рублей. Вот такая вот упаковка. Кисточки для макияжа. 55 рублей. Вот такой набор. Это кисти для глаз. Все, попробуем. Я считаю, что за 55 рублей можно экспериментировать. Ага, вот это не кисточка. Значит, смотрите, одна из них это такой вот спонжик. Для того, чтобы сделать растушеванную стрелку. Забавно, но он более мягкий, чем те, которые на люксовых карандашах моих. Это хорошо. Выбирайте, смотрите внимательно, чтобы они не были кривенькие. Вот это неплохо отрезано, ровненько. Искусственный материал, да, но она прям такая нежная-нежная. Ей хорошо. Я так думаю прорисовывать бровки и делать стрелочки. Даже в уголочек вот так рисовать. И следующая кисточка. Она такая более-менее плоская. Волосик, конечно, лишний тут торчит. Ничего страшного. За 55 рублей набор отрежем волосик лишний. Такой плоской кисточкой я обычно набираю какие-то тени. Или, например, базу и разношу. Потому что она прям, она, вы знаете, прям мягкая. Мне она нравится. Эксперимент начался. Будем с вами пробовать это все в макияжах. Обратите внимание, какой у меня популярностью пользуются крючки. Потому что у нас такие красивые, очень кафельные стены. Не хочется, честно говоря, сверлить какие-то дыры в них. И поэтому я приобретаю вот такие вот крючки. Они самоклеющиеся. Скотч, он снимается и приклеивается к стене. Кстати, когда вы его снимете, на стенке не останется никакой грязи. Почему я их взяла? Посмотрите, какой у них цвет. Обратите внимание. Это цвет дерева. И со многим-многим профилем он сливается. Например, я наклеила эти крючки на кухне. У нас деревянная кухня. Такого вот как раз, ну почти такого цвета. Чуть темнее дерева натуральное. Но их не видно. Это здорово. То есть на панельке сбоку я наклеила. И теперь там висят полотенца. Это очень удобно. Следующее, что я приобрела, это мне просто, ну вот, очень захотелось попробовать. Что-то в районе 25, по-моему, рублей. 60% хлопок российской производитель. 40% полиэстер. То есть они такие немножечко тянутся. Кстати, у них очень аккуратная отделка внутри. Я посмотрела. Там были раскрытые. Так никаких нет внутри. Все очень аккуратно. Мне понравилось. Буду пробовать. Ну и последнее, что я вам хочу показать. Это вот такая вот мягкая коробочка. Которая прекрасно-прекрасно складывается. Если вы поедете куда-то, например, захотите с собой взять вот такой вот органайзер, то он ничего не займет у вас. Представляете? Очень классная складная коробка. Например, для косметики. Если вы захотите там хранить косметику. Или, например, для белья. Если вы храните белье не в пакетах, как-то некрасиво, да, в отелях. А, например, вы берете с тобой какие-то бюстгальтеры, кладете трусики. Ну, в общем, любое абсолютно белье. Косметические какие-то принадлежности можно положить. Носочки сложить. Если с ребенком вообще тут много чего захочется вам тогда положить. Так что вот такой вот складной органайзер я считаю самым удобным вариантом. Я лично буду хранить в нем белье. По размеру он прекрасно входит в любой абсолютно комод, шкафчик. Сейчас буду уже его использовать для белья. Ну что ж, это были все мои покупки в ноябре. Надеюсь, это видео окажется для вас полезным. Если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх. Я буду знать, что вам нравится видео такого плана. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!